И далее по теме. В районе продолжается встреча коллективов, предприятий, учреждений и организаций с главным врачом районной больницы Еленой Тюменцевой. Главная тема – беседы и предстоящая вакцинация против COVID-19. В пятницу 29 января вопросы по вакцине задавали работники культуры. Кому противопоказана вакцина и что делать, если заболел между прививками, расскажем далее. В пятницу 29 января в зрительном зале ДК «Металлург» свои вопросы по предстоящей вакцинации против COVID-19 смогли задать работники культуры. В начале встречи Елена Тюменцева рассказала, как наш район справляется с опасной болезнью. Более восьми месяцев наш район находится в состоянии борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В первую волну в основном болели молодые трудоспособные жители района. Заболевание проходило как в лёгкой, так и в тяжёлой форме, но поддавалось лечению. Елена Тюменцева отмечает, что за эти месяцы рекомендации по лечению заболевания претерпели 10 изменений. Ни одно заболевание на протяжении столь короткого срока не претерпевает таких изменений в схемах лечения, как COVID-19. Во вторую волну врачи стали наблюдать рост заболевания среди жителей старшего возраста. У людей старше 55 лет заболевание проходит намного сложнее. В целом по стране ситуацию с новой коронавирусной инфекцией поможет исправить массовая вакцинация. Но к новым вакцинам, как и другим непрошедшим испытания временем препаратам, часть россиян относится с недоверием, и отсюда возникает масса вопросов и порождаются слухи о вреде медпрепарата. Для того, чтобы развеять эти слухи и рассказать населению реальное положение дел и проводятся такие встречи, любой вопрос можно задать главному врачу непосредственно и получить исчерпывающий ответ. Елена Тюменцева говорит, что на сегодняшний день больших изменений в порядке вакцинации не произошло. Если пациент после первой прививки заболел каким-либо заболеванием, в том числе инфекционным заболеванием, пациент после полного выздоровления имеет право поставить вторую вакцину, даже если время пройдет более трех недель. То есть вторая прививка ни в коем случае не убирается совсем, то есть все равно мы проводим двухэтапную вакцинацию, как это и было изначально. В ходе встречи прозвучало много вопросов по противопоказаниям и на каждый был дан развернутый ответ. В вопросах, конечно, слышится сомнение. А безопасно ли это? Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что успех вакцины от коронавируса напрямую зависит от доверия к ней населения. Вместе с тем причины отказа от вакцинации всегда специфичны. В частности, определенную роль играет и дезинформация о лекарственных препаратах. Но лично мое отношение к данной прививке сугубо личное. И поэтому тут каждый человек решает сам за себя, стоит ли ему ставить прививку или не стоит. Если человек уверен в себе и уверен в своем здоровье, если нет никаких противопоказаний насчет данной прививки, то, конечно, лучше поставить, обезопасить себя. А если какие-то противопоказания на какие-то компоненты данной прививки, то это, я думаю, будет предоставлять угрозу этому человеку. Все равно в той или иной степени. Не скажу, что смертельно, но все равно какую-то угрозу будет предоставлять, если какие-то есть противопоказания. Как я буду относиться к людям, которые поставили или не поставили, абсолютно одинаково. Если смотреть на ситуацию в целом, то мы, можно сказать, находимся в состоянии войны со страшным невидимым врагом. Число жертв растет и уж точно увеличивается оно каждым днем не из-за вакцинации, а из-за самого вируса. Артем Позняков, Виктор Потопчук, Северо-Инисейская информационная служба.